Здравствуйте! Что такое экологическая культура? Это совокупность ценностей, норм, технологий культуры, мышления, поведения, регулирующие разумную жизнедеятельность человека и его взаимоотношения с природой. На тему экологической культуры, достаточно сложную, многогранную, мы сегодня и поговорим. В студии я, автор и ведущая программы Илья Байрамова и наш сегодняшний гость. Доктор исторических наук, профессор, президент Ассоциации культуры Азербайджана Симург Фуат Мамедов. Здравствуйте, Фуат Мамедов. Здравствуйте, Илья Хан. Фуат Мамедов, с вами. Это далеко не первое мое интервью, но не телевизионное. Быдность, пишущим журналистам мы много раз с вами беседовали. И каждый раз наши беседы открывали что-то новое лично для меня, именно в сфере культуры, культурологии. И сегодня, я знаю, вот буквально недавно в научном журнале при Академии управления президентом Азербайджанской Республики вышла ваша статья, которая рассказывает, собственно, об экологической культуре, о том, как было предопределено проведение КОП-29 в Азербайджане, как наша страна пришла к этому моменту. Я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили, не ограничиваясь, честно говоря, о экологической культуре, а вообще о культурологии, о культуре в целом, насколько важно человеку, отдельно взятому, и человечеству понимание культуры, правильного отношения, мышления, размышлений. Я думаю, беседа будет интересной и долгой. Надеюсь. Давайте начнем, так как к подводке я начала с экологической культуры, давайте поговорим об этом. На ваш взгляд, насколько экологическая культура – важный пласт в развитии человечества? Вы знаете, очень важный. Что интересно, что сама по себе экологическая культура преподается в рамках предмета культурологии. То есть, когда мы говорим об экологии, очень многие немножко узко понимают экологию, в основном, как охрану окружающей среды. А на самом деле вы дали формулировку очень такую исчерпывающую, объемную, которая показывает, что человек сам является неотъемлемой частью экологии. То есть, отношение человека к природой, отношение человека к вообще окружающему его миру, в том числе и людям, понимаете, в самом обществе. Экология может быть природы и самого человека. То есть, речь идет здесь, опять-таки, о культуре личности, о его мировоззренческих установках, о системе ценностей, о видении лучшего будущего, о понимании истории, законов, закономерностей человеческого развития. То есть, это очень сложная целостная система. И здесь мы уже выходим на то, что, к сожалению, все еще немало людей, которые культуру понимают очень узко во всем мире. Понимаете, в основном связывая это с литературой, искусством, нормами этики, культурным наследием, традициями, обычаями. Да, конечно, это все культура и очень важная часть. Но культура, по сути дела, это вторая искусственная природа, созданная умом, душой и трудом человека. Вот буквально с первых шагов человека типа Homo sapiens по земле и начинается формирование культурного процесса. Представьте себе, что первые люди, которые еще не имели языков, они на скалах чертили какие-то изображения, черточки, условные какие-то фигуры и тем самым передавали свои мысли. Потому что культура – это экстрасоматическая система, которая присуща только человеку. В животном мире ее нет. И тем выше общий уровень культуры, возвращаясь нас пока к экологическому, тем выше отношение, тем лучше и честнее отношение человека с природой. Конечно, потому что он сам является частью природы и, если хотите, Вселенной. Ну вот этот человек – венец природы, это приводило все больше к антропогенному воздействию. Но на самом деле, даже в религиях же это есть, любовь к живой и неживой природе. То есть это, опять-таки, уровень культуры человека, уровень мышления человека, мне кажется, это пилотаж, когда вот это регулируется на самом деле взаимоотношениями. Хотелось бы немножко поговорить по КОП, вот вы в своей статье отмечали, что на самом деле, насколько это было предопределено всеми шагами государства, которые наши предпринимают, по выбору вот этой вот зеленой повестки. И государство выбирает и альтернативные виды энергетики. И на самом деле большой акцент делает сейчас на здоровье населения, на озеленение. Вы знаете, я считаю, что Азербайджан, вот начиная с бакинского процесса, очень широко развернул процессы по развитию духовной культуры и азербайджанского народа, общества, государства и культуры международных отношений. С целью установления определенной высокой степени взаимопонимания, диалога культур цивилизаций, для того, чтобы сближать народы, для того, чтобы добиваться определенной солидарности, культурной международной, культурной идентичности и сотрудничества. Это безальтернативный путь, потому что сегодня мировая цивилизация отличается турбулентностью процессов. Мы с вами видим, как много изменений и как много проблем возникает, связанных и с природой, и с природными ресурсами, и с человеческим фактором, и конфликт культур, интересов. Единственный путь, по моему глубокому убеждению, спасения человечества – это высокая духовная культура. В нашей ассоциации с первого дня этот императив, по моему предложению, был принят. Он звучит так. Если мир защитит культуру, культура спасет мир. Но тогда мы с вами выходим на очень важный вопрос. А что же такое культура? Если иметь одномерное представление о культуре, то мы мало что можем добиться. Культура – это целостная система, созданная умом, трудом и душой человека. Вот все абсолютно. Все сферы человеческой жизнедеятельности есть культура. Просто каждый из них имеет и свой вектор движения, и свои функции, и свои особенности, закономерности, возможности развития. Поэтому очень важно культуру рассматривать именно так. Тогда решаются практически все проблемы. Если только будет системный подход к видению культуры, как искусственной природы, созданной человеком. Ведь в природе культуры нет. Она создана человеком. И даже сама цивилизация, в которой мы живем, формирование которой относится к концу 4-го тысячелетия до нашей эры, она является третьей ступенью культуры. До этого была эпоха дикости, эпоха варварства. И вот с конца 4-го тысячелетия до нашей эры, по сей день, мировая цивилизация развивается в очень интересных направлениях, формах, новыми явлениями, новыми закономерностями. Это очень интересно. И вот что мне очень нравится, что у нас в Азербайджане как раз культура рассматривается именно так, очень широко и недаром в Азербайджане именно организуется КОП-29. Это очень серьезное и ответственное историческое событие, к которому мы должны быть все очень хорошо готовы. Так что я думаю, что помимо КОП-29 в Азербайджане ведется очень большая работа по разработке и реализации новой стратегии социально-культурного развития Азербайджана. Очень большая работа. Я тоже принимаю участие в этой работе как культуролог. И я вам должен сказать, что удивительно широкий охват, очень глубокий научный подход. И самое главное, инновационное видение культуры как феномена, который является основой и успешной жизни, устойчивого развития, и конкурентоспособности, и безопасного развития. И главное, к этому понятию подходит очень широко в плане не только ограничения национальными интересами, но и с точки зрения гуманитарной безопасности человечества. Вы затронули тему устойчивого развития. Я неоднократно это говорю, что устойчивое развитие общества и достижение цели устойчивого развития, которые стоят перед человечеством, невозможно без устойчивого развития каждого отдельно взятого человека. Как вы понимаете, что вы видите, что важно для устойчивого развития и человека, и общества? Потому что я знаю, что в научных своих публикациях вы не раз касались этой темы. Можете поделиться с нашими зрителями? Конечно. Более того, я вам скажу, что фактически это миссия моей жизни и миссия Ассоциации культуры Азербайджана Симург, которую мы еще создали на основе моей концепции, о которой вы говорите, в 1990 году. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, основой основ вообще мира, жизни, счастья, устойчивого развития, безопасного развития является человек высокой культуры. Вот высоко культурный гражданин любой страны. Более того, я сейчас работаю над проектом, в котором у меня есть предложение о разработке и проведении международных программ по формированию и развитию высококультурных людей, обеспечивающих переход от человека типа Homo sapiens к человеку типа Homo culturalis, то есть культурному. Вот что мы имеем в виду, когда мы говорим о культурном человеке? Без него устойчивого развития нет, без него развития человеческого капитала нет. Основная цель сегодня новой нашей стратегии, и тоже на этом завязана, она... в чем тут вопрос главный? Высоко культурный человек отличается пятью основными качествами. Это, во-первых, научные знания, это, во-вторых, умения, в-третьих, это организованность, в-четвертых, это нравственность, и в-пятых, это созидательная деятельность. Вот чем больше таких людей с такими качествами будет и в Азербайджане, и во всем мире, тем больше выиграет и Азербайджан, и весь мир. Мы с вами это понимаем, потому что все сводится к этому. Если человек невежественен, это плохо. Вот, по сути дела, если хотите, Леханун, культуру можно представить в виде птицы, которая имеет два крыла. Одно крыло – это нравственная культура. Это любовь, это дружба, это благородство, это героизм, вежливость, справедливость, уважение, порядочность, вера, патриотизм, гуманизм, да? Самые прекрасные человеческие качества, связанные с априорными ценностями. Но представьте себе, если такой человек, обладающий всеми этими качествами, да, действительно, я у вас или у кого-то спрошу, у аудитории, в основном все, я спрашиваю, это культурный человек или нет? В основном они все скажут, конечно, а я скажу, нет. Это человек нравственный. Дело в том, что нравственность – это одна нравственная культура, это одно крыло, связанное с воспитанием. Если этот человек не образован, если он невежественен, он не может принимать правильные решения, понимаете? И волей-неволей он может быть инструментом деструктивных каких-то процессов. Манипуляции. Конечно, совершенно верно. Хорошо. А что же другое крыло? А другое крыло? Если здесь основой является воспитание, то там наука, образование и просвещение, да? То, о чем всегда говорил общенациональный лидер. Конечно, он мог. И вот цитаты, вот я сейчас новую книгу как раз готовлю. Человек высокой культуры. И начинаю с его цитат. Очень мудрые цитаты. Действительно, о культуре и ее роли для народа и для человечества. Вот. А другое крыло – это наука, образование и просвещение. Хорошо. Если человек прекрасно образован, прекрасный оратор, умеет организовать что-то, сделать, заниматься эффективным производством в любой сфере, да, его можно назвать культурным, только в том случае, если он обладает гуманизмом… Перечисленными высшим качеством. Да. Гуманизмом и патриотизмом, человечностью, любовью к людям. Если этого не будет, он будет сверхэгоистом. Мне хочется сейчас немножко пофилософствовать. Я полностью разделяю эту вашу идею. Но в последнее время все чаще можно услышать. В соцсетях, либо из каких-то фильмов зарубежных. Ну, там такой вот красной нитью идет о том, что вот эта вся история про благородство трех мушкетеров, она устарела и сегодня неактуальна. Потому что чем человек культурнее, тем он уязвимее перед, скажем, силами, которые, ну, не обладают этим. И что нужно вот уметь реагировать. А если ты, скажем, отягощено твое воспитание вот этими всеми моральными ценностями, я сейчас отягощено, естественно, в кавычках, использую слово, то ты слабее тех, кто ими не обладает. И человек, как вы сказали, эгоистичный. И он идет, не хочется быть резким, но по головам быстрее достигает цели, потому что он не обременен моральными какими-то качествами. Как вы можете на это отреагировать? Ведь дело в том, что очень много культуры, которая идет со стороны, слава богу, что, и мы гордимся этим, что Азербайджан – страна традиционных ценностей. Уважение к старшим, оказание помощи ближнему. Здесь никто не остается равнодушным даже сегодня, в 21 веке, к проблеме другого человека. Но весь мир же нам сегодня транслирует вот в кавычках цивилизованный западный мир о том, что, ну, зачем это нужно? Как вы это можете расценить? Вы совершенно правильно это заметили. Иной раз высокую культуру воспринимают как слабость. И когда с таким человеком ты поговоришь жестко, он начинает что-то понимать и осознавать, приходит в себя. Я считаю, что должна быть во всем гармония, мера, понимаете? Обязательно для того, чтобы человек добрый, благородный изначально, по своей природе, ему нужно давать хорошее образование. Чтобы он не был слабым, уязвимым перед проблемами жизни. Чтобы он мог за себя постоять. Чтобы он мог проявить гражданскую культуру, солидарность, постоять за свое общество, за свою историю, за свою культуру. Это очень важно. В то же время, я думаю, что, наверное, с помощью каких-то правовых норм нужно где-то поддерживать людей высокой культуры. Поддерживать для того, чтобы общество видело, насколько это ценно, насколько это важно для общества, для государства, для будущего, для счастья народа, если хотите. Для взаимопонимания с другими народами. Поддерживать именно таких людей. Мы даже думаем подготовить проект, провести специальный конкурс «Человек высокой культуры», «Высококультурный гражданин Азербайджана». Вот если будет такой эталон, такая норма, будет на что равняться, будет мотивация, понимаете? И люди будут стремиться, не будут аморфны сами по себе. Вот как идет, так идет. Нет. Человек должен иметь четкие цели в жизни, он должен иметь довольно-таки сильную логику. Критическое мышление? Обязательно критическое мышление. Как раз общенациональный лидер об этом говорил, что без критического анализа невозможно решить ни одну проблему. На самом деле, если не видеть слабые места, как мы можем совершенствовать технологии человеческой жизнедеятельности, технологии управления и так далее, и так далее. Это очень важно. Вы затронули очень важный вопрос. Вот я считаю, что в этом направлении мы как раз и будем работать дальше в Азербайджане в плане формирования высококультурных людей. Например, очень важно для этого обязательное культурологическое образование и просвещение. Не только для специалистов в плане подготовки, передподготовки, но и для широких масс, различных категорий, населения. Потому что чем будет выше общекультурный уровень людей, тем легче будут решаться многие наши проблемы. То есть вот эта проблема вертикали и горизонтали культуры, где вертикаль – это творческая интеллигенция, в основном элиты, и массовая культура – это горизонталь. Нужно максимум сократить разрыв в интеллектуальной культуре, этической культуре между этими двумя пластами общества. Тогда то, что говорит элита, правильные программы, планы, которые, может, даже забегают вперед, они будут поняты в большей степени массами, и тогда массы обладать будут более такой эффективной, преобразовательной, трансформационной силой в плане общества, в плане саморазвития. И я думаю, что здесь очень важно еще, чтобы каждый гражданин Азербайджана, да и вообще всего мира, занимался саморазвитием. У меня есть методология для этого, очень хорошая, культурологическая. Например, Низами Гянджави. Он жил в XII веке, да? Там не было бывшего образования. Там было несколько школ и несколько мадреса, да? Он прекрасно освоил богатую гянджинскую библиотеку, и его величие состоит в том, что он в то время невежественным массам на понятном им языке поэзии мог передавать великие научные, нравственные и религиозные истины. Очень актуально сегодня, как раз это новая наша стратегия, которая разрабатывается под руководством нашего уважаемого президента, господина Ильха Малиева. Новая стратегия социально-культурного развития Азербайджана как раз предполагает введение обязательного культурологического образования и просвещения. Речь идет о том, что нужно образовывать и переподготовку культурологическую осуществлять и чиновников, и журналистов, и учителей, педагогов, и ученых, понимаете, и специалистов широкого профиля, врачей, юристов, производственников, бизнесменов, потом молодежь, женщин, глав семей. Очень важно для всех категорий общества вот эти универсальные культурологические знания с их помощью проводить оккультурацию и инкультурацию населения. Для любой страны конкурентоспособность государства связана с культурой. Вот для того, чтобы государство было конкурентоспособным, оно должно три условия выполнять. Это высокая культура управления, это высокая культура труда, это высокие темпы развития интеллектуальной культуры, потому что миром правит интеллект. В сегодняшний мир, когда говорится, что человека заменят робота. Ну, мы знаем из одного советского фильма, очень популярного, что с приходом кино театр должен был исчезнуть. Этого не произошло, но сегодня такая новая волна, что с приходом роботов человек уже, собственно, не нужен. Какое место в этом мире роботизированном должна иметь культурология? Ведь однозначно, на мой взгляд, те люди, которые сегодня этим занимаются, разработкой, внедрением вот этой робототехники, делают уже роботов в Японии, в Корее, делают уже роботов, которые с человеческими лицами, с волосами могут принимать гостей в отелях уже, используя там официантами работать. Не просто там какая-то машинка, которая, это облик, то, чего мы видели в фильмах и на самом деле опасались. Так и тут же, на мой взгляд, культурология, высокий уровень культуры играет огромную роль. Ведь если человек, который наполняет этого робота базовыми функциями, не наделен самым высоким уровнем этики, культуры, моральных каких-то качеств, ценностей, какие он закладывает, он же создает просто машину для ликвидации всего живого. Да, обязательно. В основе всего должны быть ценности. На основе ценностей строятся цели. А потом, когда выбираются цели, устанавливаются определенные основные направления развития, и там уже выбираются приоритеты. Видите, какая последовательность? А если культурологический подход не будет к этому, не будет этого видения, то будет все очень смазано. Я так думаю. Поэтому это то, что вы затронули, очень важный вопрос. То есть, можно ли предположить, как бы гротескно это сегодня не звучало сейчас в рамках нашей передачи, что без культурологии, без человека высокого уровня культуры цивилизация закончится? Цивилизация может не выйти из кризиса. Просто элементарно. Понимаете, какая вещь? Потому что в культурологическом системном анализе учитываются все факторы для объяснения и понимания процессов, которые происходят в современном мире. А там закладываются определенные ценности. И эти ценности при подготовке людей, при саморазвитии, при обучении, при воспитании, например, возьмите такую вещь, как меритократическая культура. Она очень важна. Возьмите Сингапур. Посмотрите. Ли Куан Ю. Это государство. Оно было очень аморфным. В какое государство превратилось? Из третьего мира в первое. Да, да, да. За счет... Там поддержка Великобритании была, конечно, большая. Но было еще четкое видение. Четкое видение. Вот как раз это культурологический подход. Поэтому у меня, например, пара десятков есть разных формул и схем культурологических. Я уже почти 35 лет этим занимаюсь. У меня есть такая формула меритократического воспитания и управления. Вы знаете, как это важно? То есть отбирать людей и готовить детей в семьях, исходя из четырех основных принципов оценивания. Это, во-первых, способности дарования. Это потом идет знание профессионализма. Это идет человеческие качества, порядочность, гуманизм и патриотизм, не национализм. Это идет заслуги, четвертый принцип, перед отечеством и человечеством. То есть конкретные результаты труда. Вы представьте, если детей в каждой семье вот в таком культурологическом ключе воспитывать, вы знаете, какой бы огромный потенциал будет? Почему? Потому что если человек оценивается по этим качествам, принципам, то это сильнейшая мотивация для высокой производительности труда, с одной стороны. С другой стороны, это гарантия для социально-политической устойчивости общества. Спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо. В студии был наш гость Фат Мамедов и я, автор и ведущая программы Лия Байрамова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok